здравствуйте продолжаем цикл ведь видеосюжетов музей на природе в этом видео мы познакомимся с еще одним представителем животного мира мордовия которого все наверняка хорошо знают и даже встречали его обыкновенный европейский или среднерусский еж обыкновенный еж относится к отряду насекомоядных это довольно древняя группа животных вымершие виды ежей известны с палеоцена это около 60 миллионов лет назад современные виды ежей появились на планете примерно 15 миллионов лет назад еж самые крупные у нас насекомоядное животное его длина достигает 30 32 сантиметров вес до полтора килограмма ну и самая главная особенность строения ежа это то что у него на спине на боках и на голове сверху имеются многочисленные иголки таких уголок у ежа может быть пять шесть тысяч у взрослого иголка по длине три три с половиной сантиметра каждая иголка у основания крепится к мышечному волокну с помощью которого еж может управлять этой иголкой окрашена она пестра основание светло-коричневая посередине темная перевязь и вершинка иголки песочного цвета светло-песочного также у ежа имеется подкожная на спине мышца благодаря которой он может сворачиваться в клубок и он полностью становится защищен иголками брюшка и мордочка у него покрыты обычным мехом также отдельные волоски у нее встречаются и между иголками также на спине и на боках еж обыкновенный он плохо видит но при этом у него хорошо развитые обоняния и слух поэтому если даже рядом находиться рядом с ежом и вести себя тихо то он не увидит допустим человека который рядом с ними стоит но стоит только ветру донести запах он тут же настораживается останавливается начинает принюхиваться и если опасность или человек подходит еще ближе то он поджимает мордочку поднимает иголки и начинает подпрыгивать таким образом он хочет уколоть врага если это не помогает тогда еж сворачивается в плотный клубок и в таком положении находится какое-то длительное время пока не уйдет опасность такая вот защита не всегда спасает ежа есть много хищников которые питаются ежом это в первую очередь филин ястребы также хищные такие как лиса волк барсук бродячие собаки ну и много ежей погибает конечно от человека от которого он никак не может защититься именно вот на дорогах гибнет большое количество ежей ежи ведут одиночный образ жизни на небольшой территории и плохо переносят присутствие своих сородичей хотя территории ежей они могут перекрываться они могут жить поблизости но при этом они стараются не встречаться с друг другом и к друг другу проявляют такую неприкрытую враждебность обычно они активны ночью и в сумерках днем они проводят в укрытиях это укрытие это завалы валежника сухих веток в кустарнике в таком в густом также он может прятаться в нежилых норах других животных в стволах деревьев весной в апреле после выхода из зимней спячки ежи активные днем они перемещаются по лесу отыскивают с помощью обоняния пищу тщательно вынюхивая и обследуя наземные покровы леса ёж в это время очень прожорлив и за сутки может съесть пищи по весу равную как он сам основная основной рацион ежа это насекомые и в первую очередь это различные виды жуков уховертки гусеницы дождевые черви когда не хватает этого рациона то еж дополняет его улитками слизняками также он может съесть ящерицу лягушку может съесть мышат может и и взрослую мышь но поймать мышь ему довольно таки сложно она очень шустрая поедает также он и птенцов и яйца наземно гнездящихся птиц еж ходит в спокойном состоянии неторопливо переваливаясь но может и быстро бегать ежи также прекрасно плавают к осени ежи набирают достаточно жира и в октябре они впадают в спячку перед этим они устраивают гнездо то есть либо в кустарнике либо вот в норах в брошенных либо у ствола дерева или подвалежником они туда стаскивают листья траву и устраивают гнездо в котором они проведут практически всю зиму это 6 месяцев до апреля во время зимней спячки у ежа снижается частота сердечных сокращений со 190 до 20 у ежа замедляются дыхательные движения каждое движение совершается в две-три минуты и также падает температура тела до двух градусов обычная температура тела у ежа 34 градуса весной как только начинает разогревать и нагревается и сам зверек и он выходит из состояния спячки размножение у ежей происходит раз в году весной в это время у самцов ежей происходит даже драки из-за самок ежиха приносит от трех до восьми ежат они рождаются голыми и только на голове у них заметны небольшие мягкие иголки но буквально через несколько часов у них по всему телу появляются тоже пока мягкие белые иголки на 17 день они становятся жесткими и в это же время ежата они прозревают то есть становятся зрячими какое-то время ежата следует за матерью обычно 2-4 недели после выхода из гнезда и потом уже приступают к самостоятельной жизни учеными замечено что ежи не чувствительны к ядам таким сильным как синильная кислота мышьяк опиум то есть вот доза таких ядов которые способны убить человека и другого животного еж нейтрализует и практически они на него не действует конечно большая доза может убить и ежа скорее всего это связано с тем что еж питается в том числе и ядовитыми насекомыми и видимо эволюционно выработалась такой механизм что еж нейтрализует яды ешь также очень страдает от паразитов то есть те колючки которые защищают хорошо его от хищников они же защищают клещей от самого ежа он как гребенкой когда ходит по поверхности травы вычесывает клещей и на одном зверьке может быть их до несколько сотен ученых даже есть такое понятие ежечас то есть количество клещей собранных ежом за час его прогулки по лесу вот учет таких ежечасов позволяет выявить природные очаги клещевого энцефалита по этой же причине ежи очень любят сильно пахнущие предметы они подходят к ним лижут и вот этой слюной с запахом наносят ее ну на те участки куда смогут достать такая своеобразная защита от паразитов в природе ежи живут 4-6 лет в неволе они проживают гораздо дольше в мордовии еж обыкновенный вид а популяция его у нас стабильно и ей ничего не угрожает